В эфире канал ОТС итоги недели в студии Николай Сальников. Здравствуйте. Будни уже позади. Самое время узнать о ключевых событиях ушедшей недели. Авторы репортажей. Коротко о том, что взволновало жителей региона в эти семь дней. В России курильщик за каждые 10 лет прокуривает автомобиль Ауди А4 или Мазда 6, а также сокращает свою жизнь на 18 лет. А что такое электронные сигареты? Модный способ бросить курить или очередная угроза жизни? Об этом Виктория Рыжих в итогах недели. Вырубка аварийных или намеренное уничтожение здоровых деревьев в Новосибирске активными темпами рубят зеленые насаждения. Ксения Вороткина о том, кто дает на это разрешение и что теперь делать. Автомобиль не роскошь, а средство передвижения. Однако нынче дорожные пробки буквально отнимают часть жизни. Алексей Кузьмин о том, есть ли альтернатива личному транспорту без потери личного времени. Несомненно, главной темой ушедшей недели стали итоги выборов депутатов Государственной Думы России седьмого созыва. По мнению большинства экспертов, в Новосибирской области кампания прошла спокойно. Однако, без сенсации не обошлось. Расстановка сил между парламентской позицией в новом составе Госдумы заметно изменилась. Впрочем, обо всем по порядку. Максимальное представительство в Нижней Палате Парламента у партии «Единая Россия» – 343 депутатских кресла. Единородцы упрочили свои позиции, перейдя от простого большинства к конституционному. На втором месте по числу мандатов партия КПРФ. Третью позицию заняли либерал-демократы, уступив коммунистам символические 0,2%. На четвертом месте с заметным отставанием партия «Справедливая Россия». Стоит отметить, что «Справедливая Россия» вообще вписались в новый созыв Госдумы, что называется, с большим скрипом. Партия набрала чуть больше 6%, едва-едва преодолев нижнюю планку прохождения в парламент. Добавлю, что от нашего региона представительства «Справедливой России» в Госдуме теперь вообще нет. А теперь о ходе выборов в Новосибирской области. По данным областной избирательной комиссии, явка в единый день голосования составила 34,88%. Это более 740 тысяч жителей региона. При этом людей пришло на 4% больше, чем в прошлые выборы 2015 года. Результаты федерального голосования в Государственную Думу таковы. С явным преимуществом лидирует партия «Единая Россия» 38,26%. Следом КПРФ чуть больше 19%. Что интересно, либерал-демократы отстали от второго места на какие-то сотые. Замыкает четверку лидеров партия «Справедливая Россия», которой удалось преодолеть 5% барьер. Уже традиционно Новосибирская область в числе самых спокойных регионов на высоком уровне и организация, и соблюдение законодательства. Двое международных наблюдателей от миссии ОБСЕ на закрытие избирательного участка находились в одном из сельских поселений, не совсем прямо отдаленное поселение на участке, и присутствовали при процедуре подсчета голосов. Так вот, по итогам, когда они всю процедуру прошли, получили копию протокола, они приехали специально в территориальную избирательную комиссию для того, чтобы выразить свое восхищение таким четким соблюдением законодательства при процедуре подсчета голосов. Лидеры, как по партийным спискам, так и по одномандатным округам представителей «Единой России», говорят, результат ожидаемый. Столько единороссов от Новосибирской области в Госдуме еще не было. К примеру, в прошлый созыв выбора 2011 года партию большинства представляли всего три человека. Сегодня в два раза больше. Конечно, все не заканчивается на выборах. Мы будем работать в интересах регионов, от которых получили мандат. Я уверен, что сможем принести большую пользу для избирателей Новосибирской и Омской области. Хотелось бы сказать нашим избирателям, которые пришли на избирательные участки, а их пришло 740 тысяч, и отдали голоса за «Единую Россию» порядка 300 тысяч. Для нас это высокая оценка. А вот представители КПРФ к таким цифрам были не готовы, особенно по Новосибирскому. Традиционная поддержка коммунистов в столице региона, судя по всему, перестала быть традицией. Конечно, мы рассчитывали на более высокие результаты у нас здесь в Новосибирской области, в городе Новосибирске. В целом по России это, думаю, каждому понятно, и тут лицемерить ни к чему, и это было бы бессмысленно и бесполезно. ЛДПР всего на одну сотую уступила коммунистам. Фактически партии поделили второе место. Этот путь долгий, но тем не менее мы показываем эти результаты. А вот справедливоросы уверены могли бы собрать и больше голосов, но в принципе результат устраивает. От выборов к выбору нам все экспертное сообщество, все эти высоколубые умники, московские политологи пророчат похороны политические, что мы не пройдем. Мы всякий раз, вот в очередной, в третий раз справедливая Россия доказывают, что она преодолевает необходимые проценты, формирует парламентскую Францию. Теперь у тех, кто одержал победу и будет представлять в Госдуме Новосибирскую область в ближайшие пять лет, основная задача – оправдать доверие избирателей. Андрей Баев. Итоги недели. Отмечу. Всего в бюллетенях для голосования нынче фигурировали 14 партий. К другим событиям. На минувшей неделе наш регион посетил высокий гость – председатель Верховного суда России. Вячеслав Лебедев провел совещание с судьями Сибирского федерального округа. Служители Фемиды собрались в преддверии 9-го Всероссийского съезда судей. Вопросов много и все важны. Например, председатель Верховного суда предлагает изменить подход к расследованию экономических преступлений. Недостаточно указать в законе, что может обвиняемый сделать для подсудимой. Может скрыться от следствия, может совершить новые преступления или может повлиять на ход следствия. Вот такие обстоятельства указаны в законе. Под формальное их применение просто перечисление недопустимо при рассмотрении и обращении граждан. Эти обстоятельства должны быть доказаны в суде. Пока же многие судьи выносят решение о заключении под стражу человека формально, чтобы подстраховаться. Грядут изменения и в самом Уголовном кодексе. В Верховном суде считают, если человек совершил не очень тяжкое преступление, при этом впервые преступил закон, его совсем не обязательно лишать свободы. На первый раз достаточно административного наказания. Стоит отметить, что за работу мировых судей, которые берут на себя немалую часть всевозможных гражданских и не только исков, отвечает областное правительство. Много внимания на этой неделе уделили главному вопросу для россиян – квартирному. Не секрет, что очень остро проблемы с жильем стоят у тех, кого обманули нерадивые застройщики. А посему внимание новосибирских властей к таким пострадавшим особое. И ситуация не стоит на месте. Инвесторы 18-ти долгостроев наконец-то обретут долгожданные квартиры. Накануне в региональном министерстве строительства доложили о решении проблем обманутых дольщиков. Новосибирская область, к сожалению, имеет не очень хорошие позиции в рейтинге регионов без проблемных строек. Но и сказать, что положение из ряда вон тоже нельзя. Сегодня в правительстве есть документ, который позволит решать проблему обманутых дольщиков еще эффективнее. По этому закону застройщик, который берется достроить долевой дом, может получить новый земельный участок без конкурса. При этом в будущей новостройке 2,5% жилья также пойдет обманутым людям. Но и до этого нововведения вопросом занимались. В регионе действует 12 программ различных субсидий, в том числе единовременные выплаты каждому обманутому дольщику. В обязательном порядке считается экономика по дому. Мы выплачиваем ежегодно субсидиарную поддержку на тех присоединения к сетям. По 2015-2016 году это было порядка 200 миллионов рублей. И порядка 200 тысяч рублей выделяется гражданину. Так вот, за действие, скажем так, этой программы с 2010 года, если я не ошибаюсь, порядка 1 миллиарда 118 миллионов рублей было выплачено только гражданам по этой программе. Новосибирская область готова к отопительному сезону. Подачу тепла коммунальщики начнут, как только среднесуточная температура опустится ниже 8 градусов. Так регламентирует процесс федеральное законодательство. Губернатор Владимир Городецкий рассказал журналистам о готовности региона к наступлению холодов. Готовы 1231 котельных. Это тоже 99,6%. Почти 3700 с лишним километров тепловых сетей прошли испытания. Где текущие ремонты, где необходимо было сделать. Поэтому полная готовность жилого фонда. Это основной потребитель тепла в зимнее время. Предстоящей зимой теплом обеспечат более 15 тысяч домов и, конечно, социальные объекты. В общей сложности на работы с теплосистемой региона заложили 2 миллиарда рублей. Особое внимание, по словам губернатора, закупу топлива для котельных в районах области. Всего уже приобрели около 180 тысяч тонн горючего. Отмечу, Новосибирская область – один из немногих регионов, где испытания тепловых сетей проводят дважды в год. Нынче в результате повышения давления выявили 945 дефектов теплосетей и трубопровода. Сейчас все неисправности устранены. К слову, в новосибирских школах и больницах батареи уже потеплели. А сейчас к другой сезонной теме. День жестянщика события всегда с открытой датой. Из года в год с первым гололедом Новосибирск замирает в сплошных заторах, а работники СТО радостно распахивают боксы перед разбитыми машинами. Ксения Бородкина узнала о готовности городских коммунальщиков встретить морозы. Игорь работает в ДЭО номер один почти 20 лет за баранкой комбинированной дорожной машины. Летом она поливает трассу, а зимой посыпает песком. Последний раз он получил новую технику в 2007 году. За машиной следит тщательно. Сам ее ремонтирует и готовит к выходу на линию. Каждый год в Новосибирске пытаются подготовиться к первому снегу, но подчас зима застает врасплох. Чтобы в этот раз не повторить прошлые ошибки, решили начать подготовку заранее. Вся техника, которая есть на балансе, проходит проверку и ее капитально ремонтируют. Порядка 210 единиц непосредственно будет участвовать в зимних уборочных работах. Состояние? Состояние на сегодняшний день, я уже говорил, что на 60% эта техника готова к работе. А как готовите вообще? По большому счету техника дефектуется, меняются вышедшие из строя детали и агрегаты. Но есть проблема. Износ тех машин, которые сейчас в парке Део, почти 70%. В сезон они работают в усиленном режиме. За три холодных месяца многие машины могут выйти из строя вовсе. Тогда коллапса на дорогах не избежать. Той техники, которая есть сегодня на балансе Део-1, недостаточно для того, чтобы легко и непринужденно очистить улицы Новосибирска от снега. Поэтому здесь ждут новое поступление уже в октябре. Сюда завезут три автомобиля для очистки тротуаров от снега. Однако этого парка на весь огромный город все равно не хватит. Новосибирцы еще помнят прошлогодние зимние пробки, когда техника не справлялась со снежными заносами на дорогах. Радует, что по прогнозам синоптиков, минусовых температур ждать еще не скоро. Ксения Бородкина, Евгений Агеев. Итоги недели. Приближающаяся зима серьезно подгоняет не только коммунальщиков, но и дорожных рабочих. В селе Нижнекаменка Ордынского района открыли новую площадку паромной переправы и моста. Отремонтировали и дорогу протяженностью полтора километра, что ведет к переправе. Параллельно асфальтное покрытие реконструируют в селе Верхтулам. На минувшей неделе региональный министр транспорта Сергей Титов лично проинспектировал объекты дорожного строительства. Остается времени у вас 10 дней. По покрытию, я считаю, проблем не будет. Вы сделаете 2-3 дня работы, а тротуары надо сейчас. Выездное совещание Сергей Титов начал с села Верхтула. 4 километра трассы К-17, а ниже улица Советская в населенном пункте, реконструировали 2 года. Как итог, современное дорожное полотно, ливневая канализация, пешеходная зона и 16 остановочных комплексов. Однако на другой транспортной артерии, соединяющей Верхтулу и Абгэс, работы закончат лишь в следующем году. Конструкция дорожной одежды предусмотрена на нагрузке под тяжеловесный транспорт. Она запроектирована у нас по федеральным нормативам. У нас здесь два слоя асфальтобетона и верхний слой щеменочный, бетономастичный слой предусмотрен. Поэтому она отвечает всем современным качествам, нормативам, прослужит долго. До недавнего времени без риска для автоподвески проехать с Ордынской трассы до Советского района было непросто. О высокой потребности в этой дороге часто упоминалось в наказах избирателей. Поэтому сегодня здесь работает техника. Многие жители Советского района Академгородка пользуются этим участком дороги, потому что он самый ближний для того, чтобы доехать до аэропорта Толмачева. Ну и второе, конечно, мы предполагаем, я думаю, так будет, что с вводом этого участка дороги мы снимем в какой-то мере интенсивность движения на улице Петухова, потому что это получается дублер улицы Петухова. Эта дорога, как вы помните, была в щебеночном покрытии. В летнее время при проезде по дороге образовывалась большая пыль, ну и, конечно, комфортность проезда была совсем другая. Ввести в эксплуатацию этот участок пути обещают в августе 2017 года. Расчетная скорость потока составит 80 км в час. Новое асфальтное покрытие гарантированно прослужит не менее 10 лет. Остается добавить, что в скором времени после ремонта сдадут развязку между Инской и Барышево, а также участки трасс в Татарском, Купинском и Чистозерном районах. Референдума по строительству 4-го моста не будет. А заготовить дрова впрок теперь сможет любой селянин. Эти и другие важные вопросы на минувшей неделе рассмотрели областные парламентарии на первой осенней сессии. Заготовить 30 кубов древесины для ремонта жилья – теперь такая возможность появилась у многих селян. Очень долго шло решение этого вопроса. До инициатора это были, наверное, следует признать райсоветы Северного района, многие депутаты. Вот наконец-то в этот СОЗО решение принято. Сейчас мы выносим на первое чтение изменения в закон, где жители двух квартирных домов будут иметь право на заготовку древесины в льготном порядке для ремонта своего дома. Раньше такой льготой могли пользоваться лишь владельцы индивидуальных строений. Упростили парламентарий и процесс заготовки дров. И еще недавно селяне не имели права использовать даже погибшие деревья. Теперь такое право есть. Внимание к районам области на сессии вообще было особым. Крестьянам дали возможность использовать материнский капитал для покупки техники. Вошли в повестку и изменения в бюджете области. Благодаря федеральному займу на обслуживании коммерческих кредитов регион сэкономит 650 миллионов рублей. Исполнение бюджета идет в тех параметрах, которые планировали на 2016 год. Отрадно, что мы все-таки сократили почти наполовину дефицит бюджета с 10 в 2015 году до 5 миллиардов рублей в 2016 году. Еще одной темой стало предложение нескольких парламентариев провести областной референдум о строительстве четвертого моста. Однако большинство депутатов идею сочли некорректной и в итоге не поддержали. Референдум проводить в нашей огромной области, где половина населения это сельские районы. Но я вас уверяю, что для них мост, ну, они сразу скажут нам асфальт положить где-нибудь в деревне. Поэтому я считаю, что это, ну, объективной оценки при любом случае не будет. Вернулись на первой осенней сессии и к резонансному вопросу – эвакуации транспорта. На сей раз речь идет о смягчении этой процедуры. Теперь вызволить автомобиль со штрафстоянки невнимательные водители смогут еще до оплаты штрафа и услуг эвакуатора. И все же одной из самых резонансных тем в работе парламентариев стало строительство четвертого моста. Самостоятельно, без государственной поддержки этот сложнейший технический объект не возвести. А количество ресурсов в стране нынче весьма ограничено. Более того, за федеральными грантами выстроились в очередь шесть других регионов со своими проектами. О судьбе центрального моста в Новосибирске сегодня мы поговорим с заместителем председателя законодательного собрания Новосибирской области. Андрей Борисович, здравствуйте. Добрый день, Николай. Андрей Борисович, ну, предлагаю начать все-таки, пожалуй, с главного. А инфраструктурно мост, четвертый мост центральный, необходим сегодня мегаполису? Ну, все развитие города Новосибирска, оно предполагает четвертый мост, потому как увеличилось количество машин, город развивается, увеличивается количество предприятий, увеличится количество передвижных составов автомобильных, которые проходят через город. Безусловно, мост нужен. В каком виде? Как это будет? Это другой вопрос. Но факты остаются фактом. Все-таки развитие города не остановить, и было бы глупостью и недальновидностью отрицать того, что нужен и четвертый, и пятый мост. Поэтому это очевидный факт. Я думаю, что многие жители города, в большей части, с этим согласятся. Если говорить о возникшей идее у некоторых парламентарьев провести референдум относительно строительства четвертого моста, чем была обоснована эта идея? То есть отказаться от платной схемы проезда по этому мосту или вообще закрыть эту идею? Мое субъективное мнение таково, я просто знаю примерно, как это все происходило и почему этот вопрос вообще возник. Вначале это было, ну и, в общем-то, смысл был предвыборной политической акции. Фактически это была очередная попытка очередной партии обратить на себя внимание. Но, опять-таки, я хочу сказать, что взвешивая все за и против референдума, я понимаю, и мы говорили со многими депутатами, что вот ни в коем случае нельзя экономические вопросы смешивать в одном стакане с политическими и будоражить мнение горожан и тем самым возбуждать интерес к своим политическим амбициям. Дело-то в том, что сам референдум предполагает решение тех или иных вопросов в масштабе Новосибирской области, в частности, которые бы могли, прежде всего, мнение жителей, повлиять, к примеру, на те или иные вопросы, которые стоят в тупике. Здесь же идет развитие этого вопроса по восходящей, и ни в коем случае нельзя говорить о том, что этого процесса нет. Процесс идет очень интенсивный. Как он идет, это совершенно другой вопрос. Но ни в коем случае, опять-таки, говорю, этот процесс нельзя переводить в политическую плоскость. Андрей Борисович, не секрет, об этом уже было сказано неоднократно, что без государственного гранта возвести столь серьезное сооружение просто нереально, особенно в сегодняшней экономической ситуации. Если мы потеряем шанс, ну, как минимум, в этом году рассчитывать на такую государственную поддержку, насколько я знаю, в 25 миллиардов рублей оценивается эта поддержка, если мы победим, то когда появится следующий шанс у области принять участие в подразделении? Как минимум, не раньше, через 5 лет, потому что, как правило, эти гранты разыгрываются и рассматриваются только в преддверии принятия бюджета новой Государственной Думой. Поэтому в случае, если не будет внятного донесения той проблемы, которая стоит перед Новосибирском, и не будет внятная защита этого проекта со всеми цифрами, со всеми доводами, со всеми расчетами, то только через 5 лет мы можем думать о том, что мы сможем опять выйти с этим проектом на федеративный уровень. Совсем недавно, как раз во время сессии, Владимир Федорович Городецкий, наш губернатор, сказал, что на федеральном уровне наш проект пока на данный момент оценивается как один из самых подготовленных и перспективных. И в связи с этим, коль уж о цифрах заговорили, вопрос такой, во сколько сегодня оценивается строительство четвертого моста? На данный момент, по заключению экспертизы, которая проводилась, 51 миллиард. 51 миллиард – это та сумма, которую могла бы обеспечить строительство этого моста. Деньги существенные, но факт отценивается фактом, что это уже как минимум второй расчет, при котором эта цифра появилась. Вначале была цифра 91 миллиард, после этого, когда провели определенные расчеты, но надо понимать, что были вначале не учены определенные нюансы, которые могли бы повлиять на строительство этого моста. Сейчас на данный момент, насколько я понимаю, 51 миллиард. Ну вот такая, на данный момент, говорите себе об этом рубеже, окончательная цифра, о которой мы сейчас можем оперировать. И, соответственно, получается, если изначально были варианты стоимости проезда, по-моему, 150 рублей для легкового автотранспорта, до 700 рублей для грузовых больших автомобилей, то с изменением предварительно хотя бы стоимости моста почти в два раза, можно говорить и о потенциальном изменении стоимости проезда через него? Ну, я понимаю, так, но вопрос вообще в трафике, в его загруженности и плотности движения машин по этому мосту. Когда шел круглый стол, мы задавали вопросы экспертам, мы задавали вопросы министрам, которые представили правительство на этом круглом столе. А с чего вообще появились такие расчеты, о которых вы сейчас говорите? Потому что, если даже взять и посчитать в среднем, ну, вероятности о том, что такая плотность будет машин и взимания платы, не будет. С другой стороны, один из моих коллег задал вполне закономерный вопрос. Скажите, а вы думаете, что рядовой новосибирец, который работает на правом берегу, а живет на левом, он готов каждый день выкладывать 200 рублей, к примеру, или 300 рублей для того, чтобы двигаться по этому мосту? Он лучше поедет в обход, потратит меньше бензина и этих денег не будет. Здесь, с другой стороны, знаете, играет еще такой определенный субъективный фактор. Но выкладывать каждый день по 300 рублей, может быть, в целях экономии, это немного, но, с другой стороны, еще психологически это тяжело. Поэтому вот такие вопросы, которые есть мелкие, есть крупные, которые до сих пор остаются риторическими. Если построить небольшую гипотезу, попытаться немножко заглянуть в будущее, когда можно, на какой срок можно рассчитывать более-менее правдоподобный расчет стоимости проезда? Я думаю, что вот в течение одного-двух месяцев, вот как раз до того конкурса, который будет проведен, эти расчеты будут произведены. Почему? Потому что, если сейчас эти расчеты не будут конкретными, то что греха таить, пересуды, разговоры, рассуждения по поводу Четвертого моста, они сейчас идут на территории Новосибирска, это железно, да, средненаселение Новосибирска. Но вот я в своих районах, которые представляю, тоже слышал определенное рассуждение, что такие деньжинщи вы туда будете вбухивать, а не лучше ли атосфальтировать дороги, которые ведут, к примеру, от населенных пунктов до, к примеру, молочно-перерабатывающих заводов, и возить туда продукцию, мы будем платить налоги в казну Новосибирской области, и тем самым мы эти дороги окупим в течение 50 лет. Поэтому чем вменяемее, чем правильнее, чем объективнее будет оценка и доведение этой ситуации до жителей Новосибирской области и города Новосибирска, тем мы быстрее найдем понимание, что он необходим, и тем быстрее мы найдем понимание населения, когда этот проект, дай бог, будет защищен. И такой вопрос. Наверняка вам, депутатам законодательного собрания, представляли какие-то схемы расчета, когда в городе наступит патовая ситуация, кризис транспортный, когда уже 4-й мост будет тотально необходим. Есть ли такая информация? Я вам скажу, что если сейчас говорить об уровнях, то если, например, самый крайний, это красный, то мы сейчас находимся на уровне оранжевого. И это объективно так. Поэтому, когда эти разговоры шли, мы между собой говорили, и мы, конечно, давали понимать тем экспертам, которые сидели напротив нас, что мы объективную ситуацию знаем, но мы ни в коем случае не хотим быть конформистами. Потому что если сейчас, в конце концов, мы согласимся с тем подходом, который присутствовал до округлого стола, а потом пошел диалог с правительством, ну, в конце концов, нам и придется перед людьми отвечать, на каком основании, вот так случилось, как случилось. Я ни в коем случае не хочу демонизировать исполнительную власть. Я отлично знаю, что там очень много профессионалов, и у них очень такой серьезный подход. Но на определенном этапе, определенные участники этого процесса, они просто-напросто к этому вопросу подходили, знаете, достаточно легковесно. Они просто не могли предполагать, что четвертый мост и проблемы четвертого моста примут вот такой характер и такие горячие обсуждения. Поэтому я считаю, что чем быстрее мы этот мост получим, это будет замечательно. Но мы должны построить такой мост, помочь построить такой мост, который бы миновал пересуды, миновал различные, знаете, домыслы, да, и который все-таки был одним из объектов, который является лицом города. В конце концов, я об этом говорил, говорю, говорить буду. Репутация региона, репутация правительства, репутация депутатов и людей, которые отвечают за такие объекты, это самое дорогое, о чем мы сейчас можем говорить. Андрей Борисович, вот сегодня, в преддверии конкурса на получение гранта, каков характер диалога между депутатами, членами правительства? То есть, насколько плотное взаимодействие, все ли вовлечены в этот процесс? Вовлечены все в группу, в рабочую, которая организована на базе правительства. Туда входят четыре депутата, включая председателя законодательного собрания Андрея Ивановича Шемкиева. Туда входят два представителя комитета, вернее, даже глав комитета, это комитет по транспорту и по бюджетной политике. Люди серьезные, которые считать умеют. Диалог налажен, к сожалению. Этот диалог и эта работа в таком составе должна была состояться, я думаю, в марте месяце этого года. И, к сожалению, определенную часть этого периода, который пошел бы именно на созидание, мы упустили. Но на данный момент, после круглого стола, после кредитационного совета у губернатора Владимира Филипповича Городецкого, разговор перешел в достаточно такое конкретное русло. И постоянное вот это взаимодействие с депутатами. Вы знаете, здесь надо только понимать, что никто никому в рот не заглядывает. Вот сидит депутат, сидят представители правительства и идет достаточно серьезный, достаточно реальный, реалистичный и достаточно предметный разговор. Вот я надеюсь, что после всех этих разговоров, всех этих заседаний и всех этих расчетов у нас в конце концов появится четвертый мост, которым мы будем кордиться. Андрей Борисович, большое спасибо вам за то, что нашли время и смогли ответить на наши вопросы. Вам спасибо. А мы продолжаем. Это «Итоги недели» на канале ОТС. Далее в программе. Юный берчанин лишился пальцев из-за взрыва электронной сигареты. Чего больше в этих устройствах? Опасности или вреда? Жители многоквартирного дома в Новосибирске задыхаются от ароматов выгребной ямы. Почему к зданию не подведена канализация? Новосибирцы отметили Всемирный день без авто. Есть ли в мегаполисе альтернатива личному автотранспорту? Ушедшая неделя началась со страшной новости. Подростку оторвало пальцы взорвавшейся электронной сигаретой. Несчастье произошло в Бердске. Может ли неисправный аккумулятор нанести серьезные увечья и так ли безопасны для здоровья электронные кальяны, как утверждают сами курильщики и продавцы? Ответы на эти вопросы в репортаже Виктории Рыжих. Электронные сигареты – они же вейпы, они же моды. Вместо табачного дыма генерируют пар из смеси глицерина, пропиленгликоля и ароматических добавок. Самое распространенное мнение об электронных сигаретах – ими пользуются те, кто пытается бросить курить. Отчасти это так. Исследования показывают – электронки действительно помогают избавиться от вредной привычки. Они максимально подходят людям, которые пытаются именно бросить курить. То есть здесь тугая сигаретная затяжка, так же, как на обычной сигарете. И жидкости используются с большой крепостью, то есть с большим содержанием никотина. Человеку, курящему много лет, сложно сразу избавиться от физического действия, процесса курения. В этом электронка как раз схожа с табачными сигаретами. Никотин не горит – значит вреда организму меньше. Но он все равно есть. В принципе, работа электронной сигареты очень сравнива с ингалятором. То есть человек ингалируется этими парами, он их вдыхает. Идет непосредственное поступление веществ в легкие. Вейпингу в России пять лет. Мода пришла из Америки, все комплектующие производят в Китае. По оценкам экспертов, через 30 лет объем рынка электронных сигарет превысит рынок табачных изделий. Пассивное курение зачастую приравнивают к активному, поэтому и запретили курить в общественных местах. А вот вред от пассивного парения пока еще не доказан. Впрочем, депутаты Госдумы уже изъявляли желание запретить и это. Еще одна важная проблема – запросто можно натолкнуться на подделку, особенно если покупать вейпы в интернет-магазинах. Одно из главных козырей вейперов – жидкости для девайсов – есть как с никотином, так и без. Они-то абсолютно безопасны. Так уверяют продавцы электронных сигарет. Медики с таким мнением категорически не согласны. В аромамаслах пропиленгликоль содержится. И он опасен. Он обладает, составные его части обладают канцерогенными веществами. Вот это и ответ на вопрос. Пусть никотина не будет, зато будут другие пары вредные для легких. Современная молодежь расценивает парение как элемент субкультуры. Те, кто ни разу не курил, активно примыкают к новому течению. Вейперы со стажем проводят соревнования по трюкам с дымом. Но одному представителю молодежи из Новосибирска не повезло. Как утверждают правоохранительные органы, в руках у 13-летнего подростка взорвалась именно электронная сигарета. Оценено, что у него минно-взрывное ранение правой кисти с травматической ампутацией первых, вторых, третьих пальцев. Проведена первичная хирургическая обработка, сформирована культя на правой кисти. В настоящее время состояние его, можно так сказать, ближе к удовлетворительному. По словам врачей, оторванные пальцы не могут быть последствием взрыва электронной сигареты. 98% могу утвердить, что это не электронная сигарета. Здесь что-то другое. А что это может быть? Не знаю. Может, какое-то взрывное устройство. На берегу гулял, может, что-то нашли. Он же не говорит, что ребенок. А круглый предмет. Также в больнице ни разу не видели, чтобы именно этот подросток курил, как утверждают многие СМИ. Мальчик в клинике ведет себя дисциплинированно и не бегает на улицу попарить или подымить. Меж тем продавцы девайсов, люди, которые вдоль и поперек знают устройство, с медиками согласны. Электронные сигареты не должны взрываться. Если намотать вот эту спиральку с очень низким сопротивлением, тогда, да, возможен риск, что он начнет греться. Но чтобы прям какие-то взрывы или что-то такое, ну не знаю. Я вот сам 4 года всем этим пользуюсь. Пока их не было. По сути, в вейпе может взорваться только аккумулятор. Прецеденты были и в других странах. В Великобритании человек погиб, в Америке курильщику выбило зубы и оторвало часть языка. Курит ли человек обычные сигареты, электронные или использует никотиновый пластырь, врачи уверяют. Независимо от способа потребления, он все равно наносит вред своему организму. Виктория Рыжих, Алексей Зубил, Алексей Важенов. Итоги недели. А теперь экономическая сенсация. Оказывается, доходы компаний, занимающихся вырубкой деревьев, на втором месте после строительного бизнеса. Миллионы бюджетных денег идут на то, чтобы очистить город от аварийных деревьев. Но всегда ли растения вырубают только потому, что они представляют угрозу? А может быть, под топор идут те зеленые насаждения, которые просто мешают коммерсантам? Некоторые эксперты считают, что строительный бизнес и вырубка деревьев весьма взаимосвязаны. В проблеме разбиралась Ксения Бородкина. Рубить нельзя оставить. Где поставить запятую в этом выражении? В Новосибирске рубить лес в последние годы стали массово. Наталья живет в Академгородке и регулярно замечает, как редеют зеленые насаждения. Она не раз выступала на пикетах, призывала общественность обратить внимание на проблему. Сегодня вышла на одиночный пикет. Им проще вырубить участок леса или парка и там возвести что-нибудь новое. А рядом пускай стоят развалюшки и продолжают, как говорится, разваливаться. У нас в городке это началось с планов строительства жилья на проспекте Копчуга. Там были возведены многоэтажки, которые совершенно не укладывались в градостроительную концепцию Академгородка как такового. Академгородок – это эксперимент Лаврентьева. Задумывал он его как город-лес. При строительстве главной задачей было сохранить природу. Но сегодня все меняется. В верхней зоне, где расположен коренной приобский бор, в последнее время звук топора звучит все чаще. И есть грандиозные планы застройки этого участка. Интересы бизнеса в приоритете. Да и на придомовых территориях лес сильно поредел. Вырезают под лесок, от кустарников практически ничего не осталось. Начали рубить часто, но понемногу, в разных местах. Срубят 2-3-4 дерева. Люди пожалуются в районную администрацию. Вроде повода для митинга нет, но получат отписку оттуда, что все нормально. И вот на этом только за два последних года мэрия выделила разрешение на снос в Академгородке 757 деревьев. Но это фактически каждый день по дереву. А деревья крупные и прекрасные в Академгородке. Конечно же, это не аварийные деревья. И около полутора гектаров кустарников было уничтожено. Причем это высокодекоративные породы. Сегодня не сравнить Академгородок с тем, что было раньше. Одинокие березы, редкие ели. Но кто дает разрешение на вырубку? Оказывается, все делают по закону. По документам это вырубка аварийных деревьев. Причем на эти цели выделяют миллионы бюджетных денег. Раньше этот двор на Морском проспекте был полностью засажен деревьями. Но буквально несколько лет назад здесь активно начали работать пилами. Спилили часть деревьев, оставили буквально несколько берез. И теперь здесь красуются пеньки, горы земли и все засыпано гравием. За разъяснениями телеканал УТС обратился в департамент благоустройства и озеленения мэрии города Новосибирска. Вот такой ответ дали. В соответствии с решением Совета депутатов города Новосибирска от 22 февраля 2012 года. О правилах создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городе Новосибирске. Аварийное дерево. Дерево, угрожающее падением ствола, вершины либо крупных ветвей. Вот только по факту все совершенно по-другому. Пилят здоровые деревья, которые никакой угрозы не представляют. Все дело в том, что в нашем городе акт оценки зеленых насаждений – это документ, в котором не предусмотрены доказательства того, что дерево нежизнеспособно. Мы убеждены, что за несколько месяцев до вырубки в районе информация полная, где количество деревьев будет вырубаться, должна быть на сайте администрации данного района. Во-первых, для того, чтобы жители могли обжаловать действия власти, для того, чтобы они могли защитить деревья на придомовой территории. Далее, что еще очень важно, огромные бюджетные деньги, которые регулярно выделяются каждому району на благоустройство района. На 90% тратятся на вырубки. Тоже очень понятно. Я, наконец, озвучу эту замечательную мысль. Бизнес компаний, связанных с вырубками, по своей прибыльности, стоит на втором месте после прибыли строительных компаний. Октябрьский, Железнодорожный, Ленинский районы. Только за это лето под топор попали сотни многолетних деревьев. Возле дома 145 на улице Ленинградской от былой зелени остались лишь корневища. Из двух соседних пеньков смастерили лавочку. По годовым кольцам даже не специалист поймет, что лет деревьям немало, и у ствола нет признаков болезней. По улице Нарымской построена высотка 26 этажей. Там росли вокруг остановки клены, которые и тень создавали, и похлощают выхлопные газы. Все это было вырублено без всякого основания. Они никому абсолютно не мешали, в том числе и этой стройке. И посадили в оградки вот несколько хилых елей. Новосибирские общественники не раз уже проводили пикеты и митинги. Собрали тысячи подписей в защиту зеленых насаждений. Требуют поставить на учет в кадастровой палате все скверы и парки города, чтобы они были защищены и не попали под застройку. Иначе Новосибирск навсегда потеряет статус одного из самых зеленых городов России. Ксения Бородкина, Константин Менин, Антон Мамаев. Итоги недели. Экологическая защита – тема более чем актуальная. Но все же сегодня есть люди, которым пока точно не до санитарного состояния улиц. Потому как в их собственных квартирах царит полнейшая антисанитария. И вины жильцов здесь точно нет. Об этом доме уже рассказывали новости ОТС. Выгребная яма вместо канализации. До ближайшей централи больше километра. В итоге постоянная сырость привела к локальному бедствию. Жить в доме стало опасно для здоровья. Подробности в следующем сюжете. Вы думаете, это что? Это грязь? Нет. Это плесень. Вот эти пятна – это плесень, которая у нас на легких. То есть мы вот этим всем дышим. Повышенная влажность – побочный эффект выгребной системы канализования. Старая яма с нагрузками не справляется. В итоге жители первого этажа периодически топят нечистотами. А стены дома отсырели настолько, что не высыхают даже в жару. При этом коммунальные платежи существенно выше, чем в домах с обычной канализацией. В следующем году управляющая компания должна была поднять тариф на откачку в три раза. До 36 рублей с квадратного метра. Сразу после вашего приезда, после сюжета, они снизили тарифы. То есть они оставили тарифы прошлого года. Ну слава богу просто. Это будет битва каждый год такая. О том, как управляющая компания «Спас дом» выполняет свои обязанности, можно судить по ремонту, который в доме сделали минувшим летом. Новая краска только на небольшой части строения. Под ней дырявый фасад. А в последние месяцы еще и электричество стали отключать. Половина продукта повыбросила. Это же не просто так. Для меня это очень тяжело. Все наготовили. Все это у меня в холодильнике. Все уже растаяло. Стало вытаскивать из холодильника. От этого, от моего мяса осталась одна вода. Это все пришлось выбросить. Это каждый раз, света нет, приходится кормить собак. Я пенсию получаю. Что, для собак, что ли? Переполненная выгребная яма привела и к невысыхающим лужам вокруг здания. Грунт размыло настолько, что трудно не только пройти, но и проехать. В сентябре о набившем оскомину доме вспомнили. Обещали заасфальтировать дорогу возле здания. Даже план работы с жильцами согласовали. Сумму полтора миллиона, сказали, будет стоить вот это все. И, значит, ну мы надеялись, что по теплу-то должны сделать. Ну вот пока вот это все на таком уровне и остановилось. То есть вот ломаем ноги, ходим здесь по нашим всем вот этим вот окрестностям, весьма неблагородного вида. Вот. И не знаем теперь, сделают или нет. Основную проблему асфальт, конечно, не решит. В попытках достучаться до городских властей, жильцы дома дошли аж до приемной президента в Москве. Но там сказали, дело в компетенции районной администрации. Сейчас, кроме многочисленных отписок, у людей на руках заключение Роспотребнадзора о том, что воздух в помещениях не соответствует санитарным нормам. И технический паспорт дома, согласно которому еще полвека назад износ конструкции приближался к 70%. По новому техпаспорту, который действует сейчас, эта цифра уменьшилась до 54%. Однако этот документ в ленинской администрации не предъявили даже по журналистскому запросу. От комментария на камеру чиновники отказались, написав, что за субсидиями на ремонт управляющая компания в администрацию не обращалась. А пока сюжет готовился к эфиру, поступил очередной официальный ответ. К центральной канализации здания подключать не будут. Расходы оказались слишком велики для городского бюджета. Отстаивать свои права жильцы готовятся через суд. Алия Арзаева, Олег Сурков. Специально для итогов недели. Новосибирск. Город дорог. Постоянные пробки, загазованность и нескончаемый поток транспорта. Поэтому в мегаполисе появились последователи международной акции «День без автомобиля». Журналисты ОТС провели собственные эксперименты и узнали, есть ли у новосибирцев альтернатива личному автотранспорту. И сегодня мы проведем эксперимент. Что же лучше, экологичнее и быстрее передвигаться на автомобиле, либо пешком, на метро или каком-нибудь другом виде транспорта. Берем все, что нам необходимо и выкидываем то, что нам не нужно. Проведем эксперимент. Сейчас от улицы Римского-Корсакова, 22, я пойду до станции метро Карла Маркса. А водитель поедет с оператором на машине. Сверим часы. Ходьба укрепляет позвоночник, развивает мышцы ног, чего нельзя сказать о поездке на автомобиле. Также можно сократить путь, пройдя дворами и тропинками. Что не сделаешь на машине. Ну что ж, в этой гонке победил автомобиль. Пешком я прошел дольше, примерно минут на 7. Водитель проехал это расстояние за 9 минут 33 секунды. Я где-то минут за 15. Но сейчас проверим, насколько эффективнее подземка. По статистике, в среднем в сутки в метро ездят 222 тысячи человек. Но с каждым годом эта цифра уменьшается. Ездить на метро в Новосибирске предпочитает довольно-таки много человек. Потому что это удобный и быстрый транспорт. Можно с одной точки добраться до другой практически за несколько минут. И тому же можно избежать пробок, если ты на автомобиле. Также машину можно припарковать около станции метро и спуститься в подземку. И спокойно добраться до рабочего места, если ты опаздываешь. Проезд в метрополитене стоит 20 рублей. А в день без автомобиля 22 сентября, если предъявить на контроле ключи от авто, гарантирован бесплатный проезд. Можно сэкономить на топливе и сберечь нервную систему. Вот буквально за 6 минут мы преодолели расстояние в несколько километров, проехав от Карла Маркса до речного вокзала. Очень удобно, быстро, практично, без всяких трясок, без пробок. И к тому же провели время с пользой, почитали любимую книгу. Вот мы стоим уже здесь 5 минут, а водителя все нет. Для того, чтобы добраться до места встречи, водителю потребовалось 12 минут. Это в два раза дольше, чем мы ехали на метро. Кстати, средняя пробка в Новосибирске по статистике растягивается на 6 километров. Так что нашему водителю еще повезло, что не было заторов на дорогах. Еще один альтернативный способ передвижения – это велосипед. Быстро, удобно, недорого. Особенно этот вариант подходит для тех, кому очень важен здоровый образ жизни. Велосипед может достигать скорости 60 километров в час. Это довольно-таки быстро, удобно. Но есть и свои правила. Например, те, что нужно переходить пешеходный переход, проводя велосипед в руках. Исследователи медицинской школы в Стэнфордском университете предложили людям, которые ведут сидячий образ жизни и страдают от бессонницы, ездить на велосипеде 20-30 минут через день. Результат – время, необходимое для того, чтобы заснуть, сократилось у исследуемых вдвое, а время сна увеличилось почти на час. Конечно, после такой велопробежки забиты с непривычки мышцы ног, но это стоило того. На самом деле сегодня очень немного разнообразного транспорта, на котором можно передвигаться. Но на чем ездить и двигаться выбирать каждому. Так прожил эти будни регион 54. А мы встречаемся на канале ОТС в следующие выходные. Позитивного всем настроения и легкого начала новой недели. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова